Я бы хотел попросить Александра Николаевича Пелясова нас спустить на грешную землю, потому что на самом деле ситуация экономическая достаточно сложная в макрорегионе Поволжья, конкуренция, как я уже говорил, очень высокая, и важно абсолютно реалистично подойти к тем ставкам, которые нужно сделать для того, чтобы в конкурентоспособности выиграть, потому что если не сделать фокусировку на определенных прорывных направлениях, учитывая логику максимальной концентрации весьма скудных ресурсов на точке роста, ну точно никакой прорывной истории не прийти. Так что, пожалуйста, Александр Николаевич, добавьте ложку дегтя в нашу бочку меда. Спасибо, Антон Владимирович. Дорогие коллеги, я вижу свою задачу в том, чтобы затронуть тот, на мой взгляд, очень крупный вопрос и для страны, и для Чувашской республики, и для чебоксарской агломерации, о балансе, о гармонии экономического и социального развития. Вот недавно прошел Международный академический и экономический форум в Москве, и Клепач, другие коллеги, академики, Порфирьев, Аганбегян, они говорили ведь о том же, о том, как мы должны гармонизировать наши расходы на потребление и накопление, рост заработной платы и рост инвестиционных расходов, и как это трудно, и как в каждый момент развития страны, в каждый отрезок мы должны находить вот эту свою пропорцию, не впадая в крайности чрезмерного потребления, безудержного или не совсем оправданного роста заработных плат, или инвестиционной вакханалии, что тоже плохо. Это очень трудно. И последние 30 лет развития Чувашской республики подтверждают, что вот этот баланс, эту гармонию найти трудно. И даже скажу, может быть, рискованную вещь, даже думаю, что первому главе республики Чувашской, Федорову, не вполне и не всегда это удавалось. Это говорит просто о том, что это очень тонкое дело на самом деле. И вот о том, как нам найти эту гармонию экономического и социального в новом строительстве агломерационном в Чувашской республике, вот об этом, по сути, будут все слайды, хотя сюжеты будут разные. Но речь будет идти прежде всего об этом. Это главный, на мой взгляд, вызов. Ну вот, смотрите. Значит, если мы будем говорить об истории вопроса, то сегодня уже фигурировала идея и мысль о том, что в советское время, и мы, старослужащие, помним, речь шла о Чебоксарской, Новочебоксарской агломерации, то есть об агломерации двух городов, центра и спутникового города, монопрофильного. Но уже в работе 2009 года Юры Перелыгина, сотоварищи, Ленги Прогора, была поставлена задача совершенно другая, о том, как нам создавать агломерацию в составе шести муниципальных образований. Ну, два города и четыре муниципальных района. Я почему обращаю ваше внимание на историю вопроса? Ну, во-первых, Маркс призывал нас всех мыслить исторически, но дело даже не только в этом. Вот эта эволюция от двухгородского до шестимуниципального, с включением сельских районов, она очень характерна. Она говорит о том, что нужен потенциал трудовой, земельный, ресурсный в широком смысле, потенциал сельских районов. Они должны подпитывать драйвером быть агломерационного строительства за счет сельской промышленности, за счет сельских трудовых мигрантов и так далее. Все это мы видели на примере чебоксарской агломерации последние годы. Это все так и было. Но просто важно ресурс пригородных зон. Мы много говорили в прошлый день и в этот сегодняшний о ресурсе самих чебоксар, о том девелоперских проектах, и все это абсолютно правильно. Но при этом, вот по мысли Перелыгина, справедливой мысли 2009 года, когда была первая стратегия развития агломерации сделана, нужно включать этот ресурс. Это было сделано, может быть, еще не очень подробно, но мое убеждение, что на сегодняшнем витке агломерационного строительства 2023 года этот ресурс пригородных зон, этот ресурс сельской промышленности должен быть задействован в существенно большей степени, чем это мыслилось Перелыгину в документе 2009 года. Если мы будем рассматривать с вами этот документ очень внимательно, 2009 года он очень показателен. Там было три сценария. Там был сценарий бизнес as usual, то есть инерционного развития. Там был сценарий, ну так, позитивный, и был сценарий сверхпозитивный. В жизни, в десятые годы, ну давайте говорить честно, в Чебоксарах был реализован инерционный сценарий. Если вы будете читать 2009 год и смотреть свои десятые годы, вы убедитесь в полном совпадении. То, что было предсказано, как сценарий инерционный, то было реализовано. Ну, конкретно усиливающаяся конкуренция Казани и Нижнего Новгорода. И Антон Владимирович сегодня об этом говорил неоднократно. Чебоксары превращаются в донор трудовых мигрантов, талантов для других территорий Москвы и Санкт-Петербурга. Дефицит инвестиций. Социальные объекты не являются объектами межрегионального значения. Ни один из них не стал таковым. Все они выполняют сугубо внутриреспубликанские цели и задачи. Ну, это было сказано в 2009. По сути, так ведь и произошло. Значит, констатируем, что десятые годы реализовывали инерционный сценарий и больших прорывов в этот период в агломерационном строительстве, в целом в развитии Чувашской республики, не происходило. Это, что называется, факт на лице. Значит, отсюда следует, что в новом агломерационном строительстве, идея которой возникает в 1922-1923 годах, нужно извлечь уроки из этого десятилетия. Это надо честно сказать, скорректировать и реализовать отчасти в усиленном режиме те задачи, которые стояли в документе 9-го. Ну, конечно, в усиленном и так далее. Ну, то есть что? Что? Это, значит, мы имеем... И что императивно звучит с точки зрения вот этого балансирования экономического и социального? Это, конечно, на мой взгляд, я, может быть, буду субъективен, целеполаганием нового агломерационного строительства в существенной степени должно быть производственное, производственное доминанта. При том, что и социально очень важно, и достаточно хорошо проработано, и Дом РФ финансирует такие проекты. Но все-таки вот пробуксовка десятых годов, и вот это, я бы сказал, инерционный сценарий, реализованный, растущего оттока квалифицированных талантливых кадров, показывает, что акцент важный, конечно, на производственную сферу, на промышленность необходим. При этом нужна новая производственная специализация республики, потому что по-грибоедовски в карете прошлого далеко не уедешь. Значит, это должно быть не индустриальное, к которым привыкла республика, и которые кластеры мы хорошо знаем, но это должна быть новая специализация, потому что новая растет быстрее старого, это гарантирует новые темпы экономического развития республики, и много других соображений. Конечно, об этом сегодня говорилось, ресурс федеральных холдингов, ресурс ресурсных компаний, крупных корпораций, как Ренова, должен быть задействован, востребован, и это очевидная вещь. Также должна быть востребована внутри региональная кооперация. Кооперация, это что означает? Это означает, когда Ренова в Новочебоксарске, я идеальную картину рисую, растит сеть малых и средних предприятий, городских, которые обслуживают корпоративные потребности. Это значит, я использую здесь мировой опыт, что он устанавливается, пятилетний план, я говорю крамольные вещи, пятилетний план по нарастанию доли местных субконтракторов для Реновы. Каждый год, и компания отчитывается, насколько выросла слой этих местных субконтракторов из числа малого и среднего предпринимательства, Новочебоксарска, Чебоксар, других муниципальных образований, агломерации, в их субконтрактации. Это мировая практика, пятилетние такие планы выполняются компаниями, устанавливаются государством, региональной, федеральной властью и так далее. Это означает вот это самое большое и малое, то есть единство крупного бизнеса и малого, и усиление внутрирегиональной кооперации, которую, как ваши документы свидетельствуют, вы сами признаете, что она недостаточна. Еще момент, который следует из анализа детального ваших нормативно-правовых документов, есть три мифа о развитии, которые проходят из документа в документ, некоторые более часто, другие реже. И на опасности вот этой мифологии мне хотелось бы обратить ваше внимание. Мифы не так безопасны, они отражают некоторые такие, я бы сказал, деформации или искажения в представлениях. Но первое представление, что наша экономика малая против Татарстана, против Нижегородской, и поэтому мы обреченно неконкурентоспособны. Но здесь я хотел бы сказать, у нас есть примеры немало, когда малые страны оказываются вполне конкурентоспособными, даже по сравнению с большими. То есть это вопрос не размера, а это вопрос интенсивности. Это вопрос плотности взаимодействий, хозяйствующих субъектов друг с другом. Эффективности. Это не просто про размер. Можно иметь меньший размер, и этот Давид может победить Голиафа. Мы примеры такие в мире знаем. Значит, это неверно. Мы не можем, потому что мы маленькие. Это не так. Вы можете. Но для этого должна быть новая интенсивность, и агломерационное строительство здесь, конечно, в помощь. Следующий момент. Для привлечения инвесторов мы должны создать агентство, мы должны создать благоприятные условия и так далее. И все это верно, но верно лишь отчасти. Потому что первый вопрос, который задают опытные федералы, у вас под кого, кто будет интересант, кто будет игрок, кто будет актор, кто будет тот талант, вокруг которого закрутятся эти инвестиции. Значит, это вопрос, по крайней мере, если не первичный, то очень важный. Под кого придут деньги, кто будет реализовывать, насколько этот человек, группа людей, команда, насколько она дееспособна, ответственна и так далее. То есть это не только вопрос создания благоприятной среды для привлечения инвестора, но это наличие людей, которые способны консолидировать эти деньги на проект, среду, институты и прочее. Это важно. Вот. И, конечно, да. Еще момент, который идет в ваших документах. Часто идет почти на уровне плащ Ярославный. Про остроту межмуниципальных контрастов развития. Вот какие у нас сумасшедшие контрасты между муниципальными образованиями в уровне социально-экономического развития. И как вот мы сталкиваемся. И берусь утверждать, дорогие коллеги, товарищи в нашей команде потом посчитают, уже считают, что контрасты вашего межмуниципального развития, они не больше, чем во многих российских регионах. Вот порог чувствительности, порог чувствительности к таким контрастам у вас выше. Порог чувствительности болевой. Почему? Потому что высокая плотность, потому что все рядом, и можно увидеть, как, ступив один шаг в другой район, или из города в район, вдруг сталкиваешься с другой продолжительностью жизни, с другим уровнем доходов и так далее. В регионах обширных, при тех же межмуниципальных контрастах, болевой порог чувствительности будет ниже, потому что пространства большие, и нет такой плотности, чтобы сравнить прямо с соседом, и увидеть, и ужаснуться. Понимаете? Это просто важно понимать. Это не против того, что не нужно нивелировать эти контрасты. И агломерационное строительство здесь в помощь. Но просто надо понимать, что здесь есть вопросы, если угодно, экономической психологии. Компактность здесь играет злую шутку, если угодно, с Чувашской республикой. И это факт. Но при этом, конечно, нужно, так сказать, эти вещи понимать. Теперь вот про диагностику. Что показала первая диагностика? Пока еще качественная, но будет и количественная, и работа идет. Конечно, что успехи в социальном строительстве, последние 30 лет, если говорить интегрально, конечно, они больше, выше, зримее, чем успехи в экономическом развитии. Это видно при анализе долгосрочной динамики с конца 90-х годов. И это, думаю, не будет вызывать сомнений у большинства из вас, если мы не будем говорить про последние два года отдельно, потому что там картина начала меняться, действительно. Но если мы берем ряд за 30-летний интервал, то это действительно так. Очень ощутимые прорывы в социальном и менее ощутимые формирование новых рабочих мест в новых производствах, в новой специализации и так далее. Тем важнее сегодня в агломерационном строительстве говорить о новых видах деятельности, о новой специализации для республики, как драйвере развития, способном обеспечить новые темпы. Конечно, есть еще момент, который подтверждает вот это экономическое, социальное. Но ведь смотрите, ведь третий уклад технологический, о котором мы говорим, индустриальный, и ваши картины на центральных площадях, которые сегодня я фотографировал, вот это гимн индустриального труда, Чебоксары, город Тружеников, город трудовой славы, индустриального труда, они подтверждают это. Вот есть героика, сохраненная с советского времени, романтизации, героизации индустриального труда, но нет героизации нового труда, который не очень возник за эти 30 лет, давайте честно скажем, или возник, но не в том виде ожидаемом и новом, как хотелось бы, и как произошло у некоторых соседей. Поэтому вот это, значит, тем более, даже картины нам показывают и подтверждают, что этот прорыв должен быть сделан, и должен быть сделан сейчас, сейчас именно. Ну и, конечно, проклятие промежуточности, то есть все те кластеры, которые формируются в республике, обсуждаются, они все промежуточные, они не дают вам финишного производства с добавленной стоимостью. Это значит, что хвосты с добавленной стоимостью уходят в Татарстат, в Курган, в Кузбасс и так далее. То есть очень мало производств, которые действительно в ваших руках концентрируют добавленную стоимость. Очень их мало. И отсюда задача этого нового производства, которое это обеспечит. Это обеспечит. Ну, теперь, значит, в чем же должна состоять эта идеология нового агломерационного строительства, которому вот сейчас, это 2.0 можно назвать, 22-23 год. Конечно, это единство пространства агломерационного и производства кластерного. То есть сопряжение пространства и сопряжение цепочек. Цепочек. Цепочек производственных предприятий, которые существуют в Чувашской республике. То есть в идеале мы должны иметь географию каждого кластера. То есть это пространственное распределение кластерных элементов, которые входят. Да, это так. Дальше, конечно, это ресурс пригородных сельских территорий. Об этом я уже говорил, и мы должны это помнить, это важно очень. Потому что этого не было у Перелыгина в работе 2009 года, но сегодня это назрело, это стоит очень остро. Пригородные территории как ресурс развития производственного. Не только мигрантов, а именно сельской промышленности и прочее. Есть здесь ресурс и так далее. И третье, наверное, это, ну, на самом деле, там четыре, это, конечно, производственный сервис. То есть то, что является самым динамичным видом экономической деятельности в мире, в развитых странах, где растет не столько промышленность, темпы роста промышленности отстают от темпы роста промышленного сервиса. В том числе IT, цифрового, цифровые двойники и все прочее. Это растет быстрее, чем само основное тело промышленности. Ну, я завершаю. Значит, структурный маневр, структурный маневр внутри чувашеской экономики в ближайшие годы. Ну, как он должен выглядеть? Ну, сначала, конечно, и здесь я согласен с коллегами из вашего Министерства экономики, конечно, это возможности импортозамещения, которое образовалось с 22-го года, и Чувашеская республика, и генерационное строительство должно на этот вызов ответить и занять ниши в рамках импортозамещения. Мы будем сейчас говорить, в какого именно. Это задача императивная. Но очень важно, быстро, после этого замещения на четвертом кондрате импортозамещения, то есть в автомобилях и так далее, не теряя время думать уже и о пятом укладе, где биотехнологии, и все-все-все прочее. То есть важно, чтобы этот структурный маневр совершался, не засиживая на простом импортозамещении, чтобы это быстро проходило. Понимаете? В этом главный вызов. Мы понимаем, что оно нужно, но оно должно быть не затянуто на десятилетия. Оно должно сопровождаться последующим, новым, новым, то есть пятым, там можно на этом говорить долго. Ну вот, я завершаю. Значит, получается так. Значит, у нас, мы должны говорить о новом производстве. Вот, и Министерство экономики требует от нас, чтобы мы указали направления, по крайней мере, в которых это возможно, исходя из компетенции, исходя из сложившейся специализации, чтобы это было не сверху, а это было все-таки выношенное дело. Конечно, здесь нужно сказать, что это одна из возможностей, это, значит, да, значит, одна из возможностей, конечно, это автомобилестроение, но в очень современном виде, то есть это электромобили для сельской местности. Это сначала китайская сборка, это быстро, да, но с сельской спецификой таких производств, которые знает республика Чувашская, и которые не среднестатистические электромобили, да, это одно из направлений, тогда ваш электротехнический кластер и компетенции инженерные накопленные, они начинают разворачиваться вот в этом направлении. Это первая возможность. Следующая возможность, конечно, это возможность, нам об этом говорит президент Российской Федерации, о том, как важно нам думать о производстве ширящемся беспилотников и так далее. Мы смотрели с вами, значит, завожскую территорию и видели, так сказать, подготовленные площадки и так далее. Но если федеральный центр устами первого лица нашей страны заявляет о насущной, императивной потребности для страны в этом новом производстве, имеющем как мирное, так и военное применение, то, видимо, Чувашеская республика, которая думает о новой специализации производственной, может выйти с инициативой по созданию такого нового завода, который производит БПЛА у себя на территории. И территорию нам показывали, ну, так сказать, это, конечно, вопрос вашей дискуссии, как ее использовать, социально или экономически. Я считаю, что должно быть и направление экономического использования этой территории. Это, как бы, моя позиция, но она вполне может быть обсуждаема. Так, ну, завершаю. Значит, конечно, если, значит, говорить про… Тут есть еще несколько направлений биотехнологической, например, потому что в вашей же стратегии 2010 года, в вашей стратегии, принятой вами, была нарисована перспектива биорегиона Чувашия, вы нарисовали сами эту перспективу, а я вспомнил про опыт, как западные немцы подтягивали Восточную Германию до среднего уровня, они подтягивали программами инно-регио и биорегио, то есть они насаждали биотехнологию Восточной Германии, чтобы выравнивать развитие за счет новых отраслей между Восточной и Западной Германией. Ну, резюмирую. Значит, конечно, очень ответственный период, очень ответственный, когда можно динамизировать развитие и найти, как вы видите, уже собранные определенные силы федерального уровня для того, чтобы содействовать республике в этом. И этот момент очень, так сказать, важен. Я бы сказал так, дорогие коллеги, вот какое ощущение есть, что, конечно, то, что десятые годы были потеряны, да, для экономического развития, это, ну, понимаете, вот смотришь, когда на развитие регионов, никогда не бывает финишного спорта все время. Ты видишь, как одни вырываются вперед, потом как бы останавливаются на время в развитии, потом опять, то есть ты не видишь постоянного ускорения, этого не бывает. Ну, вот представление такое и желание огромное, чтобы вот сегодня, сегодня Чувашская республика как раз на этот трек с ускорением вышла в экономическом развитии, потому что, повторяю, другие лидеры, о которых мы сегодня слышали, возможно, в этот самый период находят уже на плата и уже имеют некоторую исчерпанность ресурса развития. Второе наблюдение, абсолютно убежден, что внутренних ресурсов вам недостаточно для того, чтобы этот спорт совершить. Нужны, конечно, федеральное присутствие, причем оно может быть разным. Сегодня говорилось про федеральные инвестиции под проекты, это одна форма, а, возможно, объекты федерального значения. Я вам предлагал, и мы обсуждаем эти возможности в новых видах деятельности, где эти новые объекты федерального значения могли бы возникнуть. Еще обращу ваше внимание о потенциале и отношении... Я уже, как могу, себя сдерживаю, но все-таки модератор во мне уже... Я завершаю, Антон Владимирович. Это, конечно, потенциал межрегиональных связей. Сегодня он часто на минус работает. Так вот, задача в стратегии, которую республика может разработать межрегиональных связей, чтобы этот потенциал работал на плюс, на увязку интересов, укрепление интересов соседей в вашем развитии. Так всего нам давайте пожелаем самого удачного в этом новом агломерационном строительстве. Спасибо. 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 Спасибо.